Когда вы думаете об акуле, вы наверняка представляете себе большой плавник, торчащий из воды, или огромные острые зубы. Акулы являются одними из самых известных животных в океане, но многие мало что знают о них. Давайте это исправим. Акулы жили в океанах нашей планеты больше 400 миллионов лет назад и пережили пять великих вымираний Земли, последнее из которых привело к гибели динозавров. И нужно заметить, за все это время хищники изменились незначительно. Первое, чем акула отличается от других рыб, это особый скелет. Скелеты большинства видов рыб состоят из костей, а скелет акулы сформирован из хрящей, поэтому он очень легкий и гибкий. Это помогает им очень быстро передвигаться в воде. Следующая крутая вещь в акулах – это их кожа. Если погладить акулу по направлению к хвосту, то кожа будет гладкая. Но если провести в противоположном направлении, кожа будет шероховатой, потому что она покрыта мелкими, жесткими чешуйками. Это помогает акулам плавать быстро и тихо. Давным-давно кожа акулы использовалась как наждачная бумага. А сегодня японские повара применяют акулью кожу вместо терки, чтобы измельчать корень васаби. Другая захватывающая часть акулы – это ее зубы. Они созданы, чтобы хватать, удерживать и рвать добычу. У многих видов акул несколько рядов зубов, но функционирует обычно только передний ряд, а остальные заменяют передние по мере их изнашивания. При потере одного зуба его быстро замещает другой. Акулы за свою жизнь могут сменить до 30 тысяч зубов. У костных рыб, как правило, одна жаберная щель, тогда как у большинства акул от пяти до семи жаберных щелей. Их чувства очень развиты. Слух – самое сильное чувство. И хотя у них нет видимых ушей, акулы очень чувствительны к звуку и могут услышать стон раненого животного с расстояния более одного километра. Запах акулы чувствуют в тысячи раз лучше, чем люди, и обнаруживают вещества в воде на миллион раз эффективнее, чем мы. Помимо того, что у акул есть те же пять чувств, что и у людей, у них есть два дополнительных чувства. Они могут обнаруживать изменение давления в воде своей боковой линией. Кроме того, у акул есть еще и дополнительное чутье – электрорецепция. С помощью специальных органов они могут улавливать даже слабые электрические токи, исходящие от жертвы. Акулы знают толк в движении, ведь они никогда не останавливаются. Они вынуждены плыть даже во сне. В отличие от костных рыб, у них просто нет плавательного пузыря, позволяющего регулировать плавучесть. У акул подъемная сила создается большой печенью, наполненной жирами низкой плотности, и плавниками. Если акула остановится, она просто утонет. В настоящее время известно около 500 видов акул. Самая маленькая – карликовая акула-фонарь, размером всего 15 сантиметров. Она живет глубоко в океане, поэтому у нее большие глаза, а вдоль тела располагаются фотофоры, подсвечивающие рыбу в темноте. Самая крупная – китовая акула, которая может достигать 17 метров в длину и весить до 25 тонн. Она известна приплюснутой головой, гигантским ртом с крошечными зубами и отчетливым окрасом. Несмотря на свой размер, акулы могут быть очень быстрыми. Например, акула-мака может развивать скорость до 50 км в час. В списке самых известных видов акул черноперая – черные концы плавников отражены в ее названии. Синяя – имеет ярко-синий цвет в верхней части тела. Тигровая – ее легко определить по темным вертикальным полосам. Бычья акула получила свое название за массивное сложение тела. Это одна из самых агрессивных видов акул. Лисья акула обладает очень длинным хвостом, которым она глушит стаи рыб. Рогатая акула так названа из-за круглых надглазничных грибней. А среди самых необычных созданий – акула-молот, ее странная форма головы служит огромным радаром. Площеносная акула, способная изгибать тело подобно змее. И акула-домовой, она же акула-гоблин, выглядит довольно жутко. Эта акула имеет очень подвижные челюсти, которые выдвигаются наружу при ловле добычи. Такие фильмы, как «Челюсти», заставили нас поверить, что акулы опасны для человека. Но на самом деле 97% всех акул безвредны для человека. Из всех видов наиболее опасны только три – белые, тигровые и бычьи акулы. Остальным акулам не нравится человеческое мясо. Большинство видов питается рыбой, а крупные акулы едят дельфинов, тюленей и черепах. Донные виды, такие как акулы-ангелы, акулы-няньки и ковровые акулы, питаются ракообразными и моллюсками. Их зубы имеют небольшую длину и приспособлены к разламыванию твердых панцирей. А самые большие акулы, китовая и большеротая, вообще питаются планктоном. У некоторых акул подвижный желудок. Это значит, что они могут даже выплюнуть его, а затем втянуть обратно. Это делается, чтобы освободиться от еды, которую не стоило есть. Акулы размножаются по-разному. Различают яйцекладущие, яйцеживродящие и живродящие виды. У новорожденных детенышей уже есть зубы, и они сразу могут плавать. Люди воспринимают акул как угрозу, но на самом деле каждый год от падения кокосов или удара молний погибает больше людей, чем от нападения акул. Зато сами акулы становятся жертвами массовой охоты на них. Если вы посмотрите на цифры, вы будете удивлены, узнав, что акулы убивают примерно 6 человек в год. Но зато люди ежегодно убивают акул миллионами. Кожа акул используется для производства ремней и кошельков. Шкуры больших видов идут на пошив обуви. Хрящи и печень уже много лет используются как источники рыбьего жира и витамина D. А суп из акульих плавников едят во многих странах. Так что у акул гораздо больше причин бояться нас, чем наоборот. Теперь вы знаете, что акулы это гораздо больше, чем их страшные зубы. Они не только очень интересны, но и играют жизненно важную роль в поддержании здоровья морских экосистем. Субтитры создавал DimaTorzok